Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот! Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот! У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Радио Болтком Наталья Михайлова и Константин Казаков. Мы сегодня ведем программу «Разворот». Хоть и не будний день, выходной, но пропустить не могли, потому что в гостях в Риге сегодня российский экономист, публицист Михаил Хазин. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы рады, что он к нам тоже заглянул. Может быть, расскажете тогда, для чего вы приехали в Ригу, с какой целью? А как лекцию читать? О современном экономическом положении, естественно. Чем же я еще могу читать лекцию? Наши коллеги из издательского дома «Аппетит», из газеты «Суббота» и час организовали вот это мероприятие, обещают и впредь организовывать нечто подобное. Ну и вы стали таким первым во всем понимание этого слова «камнем в наш огород». Что я имею в виду? Вы достаточно скептично оцениваете и перспективы Латвии в ее развитии, и перспективы Еврозоны и присоединению нашей страны к этому образованию. Ну, собственно, вы там уже формально присутствуете. Ну, не в Еврозоне, мы только в Евросоюзе. Ой, ну, богу ради. Ну, хорошо, ладно. Бог с ним, а какая разница? По большому счету. Ну, понимаете, разница есть. А цель какая? Между латвийской национальной гордостью, имеется в виду многолетний стабильный латвийский лад, и евро, которое насчитывает гораздо меньше лет, чем этому ладу. Мне сложно сказать, я не очень большой специалист по латвийской национальной гордости, вот, поэтому я не берусь сказать, как экономист, я могу сказать, что я не вижу особого смысла, более того, я считаю, что это вредно. Ну, тут меня пугали. Вступление в Еврозону, да? Пугали, да, перед поездом в Латвию, что тут у вас экономисты находятся на положении дискриминируемых субъектов. Это за слово «девальвация». Вот, я, конечно, очень испугался, но, тем не менее, все-таки решил поехать. Но я хочу сказать, что на самом деле, в общем, я не вижу смысла. Вот, понимаете, вот после того, как начались всякого рода реформы, либеральные, как их называют, в России, очень много людей произносило очень много слов. Самая любимая фраза, которая была, это фраза про то, что при низкой инфляции страну завалят иностранные инвестиции. Вот, не заваливают. Не у нас, не у вас, не вообще нигде. А говорят, что идут инвестиции, но в правительство хвастается, что идут. Ну, я не знаю, что оно там хвастается. Оно обязано хвастаться по статусу. Кто же это даст? Братья, инвестиции инвестициям рознь. Одно дело купить квартиру в Юрмале или дом в этом же городе, а другое дело развивать здесь производство, развивать здесь предпринимательство. Ну, вот смотрите, да, вот до 91-го года здесь была там радиотехническая промышленность. Я вот помню, я слушал «Голос Америки» и «Би-Би-Си» по приемнику ВЭФ, произведенному в Риге. А еще я ездил по городу Москве на машинке, которая называлась «Рафик», и которая тоже была произведена в Риге. Вот это были инвестиции. Не говоря уж о том, что на дачу к друзьям. Да, я еще ехал на электричке, да, которая тоже была произведена. РВР это называлось. Вот, и где оно? Как? Этого нет. Нету. Это вот ответ на ваш вопрос четкий. Значит, соответственно, есть не приток инвестиций, а их отток. То есть, было и нету. Вот. А и нужно понимать, причем это не только у вас, это много где. Вообще тут надо, давайте поговорим немножко об экономике, уж коль я экономист. Значит, человечество, начиная где-то примерно с конца 17-го, начала 18-го века, живет в экономической системе, которая называется капитализм. СССР и система социализма, хотя она была совершенно по-другому устроена в социально-политическом плане, с точки зрения экономической парадигмы, была та же самая система, потому что она была построена на тех же экономических принципах, та же самая система научно-технического прогресса была, которая как бы во всем мире. Эта система построена на постоянном углублении процессов разделения труда. В этом смысле любая маленькая экономика может существовать более-менее успешно только в том случае, если она встраивается в некоторую более крупную систему разделения труда. Вот Латвия была в советской системе разделения труда. Там было много стран, например, в советскую систему разделения труда входили не только страны социалистического лагеря, но и, например, Финляндия, которая жила, ну там еще на самом деле много, там очень много африканских стран, еще что-то. Грубо говоря, бананы в обмен на радиоприемники, холодильники и прочее там дела. В чем состоит эта специфика для малых стран? Что малая страна выбирает для себя какие-то узкие рынки. Ну, например, Рига производила радиоприемники, электрички и автомобили, значит, вот эти самые... Рафики, да. Рафики, да. И за это она получала со всего Союза и окрестных стран много денег, которые она тратила на закупку всего остального, чего было нужно. Эту систему порушили в конце 80-х, начале 90-х. Я сейчас не буду говорить, может, у нас будет время объяснить, что это была абсолютно объективная тенденция. Следующий вопрос. Нужно было встроиться в ту систему разделения труда. То есть задача руководства страны на тот момент, в 90-е годы, было придумать, как туда встроиться и получить себе кусок. Вот Финляндия, например, встроилась. Она получила кусок деревообработку и телекоммуникации. Ноки. И за счет этого вся Финляндия счастливо жила 20 лет. Сейчас там начинаются проблемы, это уже другая сторона. А вот страны Прибалтийские, и Латвия в том числе, ничего на Западе выбить себе не смогли. А что она могла бы быть? Частично, это вопрос сложный. Но как бы я бы делал, если бы я был, условно говоря, президентом Латвии в 91-м году. Премьером. Премьером у нас ничего не решили. Ну, премьером. Руководителем Латвии. Руководителем Латвии. Мне нужен приток денег, называя условную цифру, 20 миллиардов долларов в год. Сегодня я получаю эти 20 миллиардов, продавая в Россию электрички, рафики и еще чего-то. Обращаю ваше внимание, в 91-м году газелей газ еще не производил. Вот я сохраню за собой рынок рафиков. И Россию скажут, что ты, что ты, этот авторитарный режим нельзя. Я говорю, нет проблем. Вот я получаю от рафиков такую-то сумму, в качестве гарантии, объясните мне, что я буду вам продавать вот на такую вот сумму. Если вы готовы ради идеологии, чтобы я отказался от дружбы с Россией, то давайте. Если нет, я буду продолжать дружить с Россией. Вместо этого, что сделало руководство Латвии, оно по идеологическим причинам разорвало отношения с Россией, ничего не получив взамен. Красиво излагали. У меня была замечательная история. Году в 2003-м, за полгода до выборов на Украине, в Москве была такая политтехнологическая тусовка. Российские и украинские политологи в отеле Арарат Хаят обсуждали, как будут происходить эти выборы. На которые, как бы, шел Ющенко. И в какой-то момент вся политологическая элита России и Украины собралась на балконе этого отеля Арарат Хаят, чтобы посмотреть, как внизу, в зале, страшные жадины и антисемит Петя Ющенко поят меня за свой счет коньяком. И задает мне один единственный вопрос, как нам сделать, чтобы мы не просто выиграли выборы, но еще и при этом, чтобы нас после этого не выкинули. Что, между прочим, и произошло со всей оранжевой идеей. Я ему честно сказал, Петя, нет ничего проще. Нужно, чтобы Витя встал и сказал, что будущее Украины исключительно с Россией. И после этого Запад принесет вам все, что угодно, даже не за то, чтобы вы что-то сделали, а просто, чтобы вы этого больше не говорили. Вы понимаете, здесь у нас не было столь сильной позиции в переговорах с Евросоюзом в начале 90-х годов. Еще раз повторяю, сила позиции определяется на 90% человеком, который эти переговоры ведет. Другое дело, что Запад приложил титанические усилия, чтобы людей с такой жесткой позиции не могло быть во главе Прибалтийских республик в конце 80-х, начале 90-х. Я уже не буду сейчас рассказывать разные страшные истории, пометуя о том, что я все-таки гражданин другого государства. Но вот как их всех ЦРУ вербовало в 70-е, 80-е годы, так они все, значит, к власти и пришли, и вот там гнездами, да, не, уже как бы у них даже мысли не было, что они могут чего-то требовать у своих патронов. Это была цель западная. Но еще раз повторяю, можно было добиться результата. Это было вполне, ну, теоретически, по крайней мере, возможно. Не сделали. И вот сегодня, что получается? Какое-то время шли финансовые потоки, часть из них была связана с транзитом, и их по идеологическим причинам обрезали, 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 обрезали. Сегодня, например, в Москве не рассматриваются планы по развитию транзита через Венспенс. Ну, просто не рассматриваются. Вот кто-то там чего-то там на свой страх и риск системно не рассматриваются. Это исключительно заслуга латвийской страны. Да, но вы понимаете, что латвийская сторона объясняет это следующим обстоятельством. Россия сделала предложение, которое не устроило Венспенс, ну и латвийское государство вслед за ним. То есть по приобретению основных активов Венспенс-Нафты. Это основная мощность по перевалке нефти и нефтепродуктов. Вслед за отказом латвийской стороны Россия просто использовала это в качестве метода давления. Когда Европа сделала предложение, никто в Латвии не говорил, что это предложение не устраивает. Знаете, здесь вот я с вами согласен в чем. Очень многое зависит от того, кто ведет переговоры. Совершенно верно. У нас очень экстравагантный мэр и держатель активов Венспенс-Нафты. Есть еще одна проблема, ну как я не знаю, кто держатель Венспенс-Нафты, владелец порта Венспенс-Нафты, как его фамилия это? Лэмберс. Лэмберс, да. Он же, насколько я понимаю, райкомпартии возглавлял в советское время. Ну, возможно. Ну, я думаю, он вполне в состоянии вести переговоры правильно, я думаю, его учили. Так вот, дело же не в этом. Вы поймите, что когда, ведь что такое, вот когда в России там довольно широкий спектр взглядов, самый разный. Но когда в стране идут парады эсэсовцев, это воспринимается крайне негативно, вот просто резко негативно. Ну, понимаете, более того, это негативно воспринимается не только в России, и это негативно воспринимается, например, в такой стране, которая имеет очень большое влияние не только у себя, но и как бы и в России, и в Европе, как, например, Израиль. И нужно при этом понимать, что влияние Израиля, оно не ограничивается его влиянием, как, собственно, государство на политическом уровне. У него есть и другие рычаги влияния, причем, может быть, даже более сильные. Ну, имеете в виду Соединенные Штаты, Германию, да, ну, то есть, для того, чтобы не будировать разные нездоровые миссии. Почему? У нас с вами миссия, у нас, по крайней мере, миссия такая, будить нездоровые. Да хорошо, будить нездоровые. Мы таким образом лечим. А, ну, хорошо, замечательно, давай мы, как бы, скажем прямым и открытым текстом, что хотя мы не приветствуем рассуждения о жидомасонском заговоре, но вынуждены признать, что некоторые основания для тех, кто о нем говорит, все-таки в них есть. Вот. Так что нужно понимать, что очень многое, что... Ну, и потом, на самом деле, известная штука, что виноват всегда более слабый. Вот, если ты более сильный и выиграл, это не твоя заслуга, это просто потому, что ты более... А вот если выиграл слабый, тогда вот он герой. Михаил, мы много говорим о прошлом. Думать о прошлом, безусловно, надо. Без прошлого нет будущего. Но у вас прошлое вот такое, каким вы его описали, плюс еще все знают различные другие специфики. Вопрос негражданства, вопрос там... Ну, это, кстати, тоже. Преследования ветеранов Второй мировой войны. Ну, и много-много-много, чем языковые наши вопросы, знаменитые, обсуждаемые многократно. Но, вот при всем этом букете наших особенностей, о каком будущем можно говорить применительно к Латвии? Ой, будущее очень тяжелое. Давайте. А вот почему. Это как бы... Вот это к Латвии непосредственно имеет уже слабое отношение. То есть, результатом прошлого стало то, что у вас очень слабые позиции, в которых вы сейчас находитесь. А общая перспектива очень тяжелая для всего мира. Ну, давайте смотреть. Я уже говорил о том, что ключевой элемент, который определяет развитие последние, там, 300-350 лет, это углубление процессов разделения труда. Был такой экономист, Жан-Батист Цей, который в 17 веке за 100 лет до Адама Смита написал замечательные слова. Он говорил о том, что если вы хотите понять, какой из двух городов богаче, нужно посмотреть на то, сколько там профессий. Чем больше профессий, тем богаче город. Собственно, это вот и есть углубление разделения труда. Чем глубже разделение труда, тем богаче общество. Но уже Адам Смит, нужно отдать ему должное, объяснил, что для того, чтобы углубить уровень разделения труда, нужно увеличивать рынки сбыта. То есть, если у вас есть город в 50 тысяч человек, то у вас максимум, там, как бы, 2 линии проработки товара. Если 100 тысяч, то 3. И так же все глубже и глубже. Грубо говоря, если у вас деревня, то никто не будет специально делать спицы для колес, телеги, потому что нужны 2 телеги в год, и их будет делать один человек, который их будет делать от начала до конца. А если у вас город, в котором 100 тысяч человек, то имеет смысл делать отдельно колеса и отдельно спицы, это в средние века. Сейчас это все еще более углублено для строительства. Я просто приведу пример. При строительстве одной ракеты, которая летит в космос, 100 тысяч... Рабочих мест? Не рабочих мест, а 100 тысяч комплектующих, большая часть из которых изготавливаются внешними. У каждого из них есть свои. Ну и так далее. Значит, уровень разделения труда все время углубляется, для этого нужно расширение рынков. Поэтому вся экономика, начиная с конца 18 века, разделилась на технологические кластеры. То есть расширяющиеся группы, внутри которых создавалась своя система разделения труда, и которые друг с другом достаточно жестко конкурировали. Первый экономический кластер, такой технологический, возник в 18 веке, это Британия. Второй, это середина 19 века, Германия. Третий, конец 19 века, Соединенные Штаты Америки. Четвертый, начало 20 века, Япония. Но они расширялись и стали друг с другом толкаться. Первая мировая. Первая мировая. Вторая мировая. Так вот, очень интересно. Единственная страна в мире, которая на начало 20 века могла создать свой технологический кластер, но при этом ухитрилась быть сразу в двух, это была Российская империя. Она в 19 веке была в составе германской технологической зоны. Однако реформами Александра III и Витта к нам пустили британский капитал. И мы финансово были в британской зоне, а технологически в германской. Что вызвало, я, кстати, подозреваю, очень сильно проблемы гражданской войны. Очень сильные, потому что там были, ну, грубо говоря, все белое движение, что на Востоке, что на Западе, было американское, английское и японское, а большевики были технологически с германцами. То есть это все было очень сильно ввлечено в мировые экономические процессы. Последняя технологическая зона, которая была создана в мире, независимая, это СССР 30-х годов 20-го века. Вторая мировая война из пяти зон ликвидировала три. Германскую, японскую уничтожили и разделили, а британская присоединилась к американской. Сначала как младший партнер, а потом просто влилась. СССР и США очень активно развивались, 50-е, 60-е годы, все мы это знаем. Но потом начался кризис. Вот кризис 70-х годов, знаменитый, это тот же самый кризис, который был до этого в конце 19-го века, а потом в 30-е годы, Великая депрессия. Но что придумали американцы? Они придумали способ, как из этого кризиса выскочить. Способ этот состоял в том, что они не могли расширить количество потребителей, и тогда они увеличили нагрузку на каждого потребителя, они стали кредитовать спрос. Вся модель развития экономического последних 30 лет – это модель стимулирования спроса. Реальные доходы даже в США, я сейчас не говорю даже о Европе и о других странах в целом, потому что по каждому отдельному кусочку могут быть отклонения. Даже в США реальные доходы населения за последние 30 лет не выросли. Они падали. Чуть-чуть, но падали. Рост спроса и рост экономики был за счет роста кредитования, за счет роста долга. Средний долг американского домохозяйства за 30 лет вырос с 60-65% по отношению к его годовому доходу до 130 с лишним. При попутной проблеме увеличивающегося переизбыточного производства. Избыточного производства не было, спрос-то рос, соответственно, росло производство. Но, обращая внимание, 130% от годового дохода – это долги самых основных должников Евросоюза. В Греции 130%, в Италии 130%. То есть каждое среднее американское домохозяйство, каждое – это маленькая Греция. А вот теперь смотрите. Это же пирамидальная схема. Если вы кредитуете спрос, то вы, получается, залезаете в будущее. Вы человеку позволяете купить сегодня за счет того, что он из завтрашнего спроса будет вам отдавать кредит. А в результате вся система держалась на том, что долг все время перекредитовывался. А эта схема пирамидальная. Она существует только до тех пор, пока возможно этот долг обслуживать. Это было возможно только до тех пор, пока снижалась стоимость кредита. Учетная ставка Федеральной резервной системы США, которой кредитор последней инстанции во всем мире была в 1981 году 19%, а в 2008 году стала равной нулю. Все. Вот схема закончилась в 2008 году, когда учетная ставка стала равной нулю. Все. И начался кризис. И теперь основной вопрос. Кто будет возвращать долги? Их нельзя вернуть в принципе. Потому что они создавались под идею о том, что они будут рефинансироваться. А их больше не рефинансировали. Я сегодня буду читать лекции, я буду картинки показывать. То есть их не будут возвращать эти долги? Нет. Их невозможно вернуть. Современная мировая экономика не генерирует финансовые потоки, достаточные для того, чтобы вернуть эти долги. Это невозможно. Как это спроецировать на Латву? У нас тоже тут долги. Это очень просто. Это означает следующее, что вернуть долги не получится. Идея перейти на евро, идея перейти на евро, она же очень простая. Фактически, сегодня нельзя заставить людей в Латвии выплачивать госдолги. Потому что люди зарплату получают в Латвии, а возвращать надо в евро. Поэтому идея такая, а мы сейчас перейдем на евро, и народ заставим выплачивать наши долги в евро. Вот суть какая. То есть на самом деле людям, как бы, ну-ка, вешают лапшу на уши, язык дан политикам, чтобы скрывать свои мысли. Но логика такая, что, ребята, мы вас сейчас не можем заставить платить за нас. Но вот сейчас мы введем евро, и будете расплачиваться, как миленькие. Но при этом надо понимать, что доходы-то будут все меньше и меньше, кризис-то продолжается. И по этой причине я склонен считать, что рано или поздно кому-то в Европе придется объявить дефолт. Может быть, Греция, может быть, Ирландия, может быть, Испания или Италия. А может, и Латвия? Секундочку. Но как только первый. Первый, Латвии дефолт объявить не дадут. Она, авторитет не тот. Тут должен быть кто-то серьезный. Но уж коли один объявит. На кого ставку? На Грецию? Ну, может быть, Греция, может быть, Ирландия. Неважно. И будет дефолт. Проблема в другом. Ведь, вот, собственно, в чем вся проблема? Подождите. Так ли уж плохо этот дефолт? Объясню. Вот в чем вся проблема? Проблема не в дефолте. Ну, Богу ради, объявите дефолт, скажите, кому я должен, всем прощаю. Ну, пара-тройку шведских банков обанкротятся. Ну, кому какое дело? Нам-то что? И вам-то что? Ну, это их там шведские проблемы. Другая проблема. Если объявлять дефолт, то больше денег не дадут. И жить придется на то, что есть. А нету ничего. Промышленности нет, сельского хозяйства нет. Ну, ничего нету. Греция может, Ирландия может, Испания может, Португалия может. Они тоже не очень могут. Сельское хозяйство и есть. Понимаете, в чем дело? Во-первых, у них есть еще сельское хозяйство с тех времен, они его сохранили. Во-вторых, нужно понимать, что современное сельское хозяйство, оно требует достаточно больших вложений каждый год. Если вы не покупаете удобрения, не покупаете новые комбайны, не покупаете сам ГЭСМ, горючий смазочный материал, то вы что? Мотыгой землю обрабатывать? Если вы будете обрабатывать землю мотыгой, надо переходить на натуральное хозяйство. Мне уже задавали полтора года тому назад такой вопрос в Таллине. Я сказал, что, ребят, они мне сказали, а вот у нас есть эстонские народные обычаи в трудные времена разбежаться по хуторам. Я говорю, нет проблем, ребят, разбегайтесь. Но за время советской власти у вас худо-бедно, соответственно, вам сделали культуру, интеллигенцию, науку, искусство, даже, я не побоюсь этого слова, киностудию. И что, это все исчезнет, если вы разбежитесь по хуторам. И самое страшное, что тогда вы возвращаетесь в XIX век, когда вы все бодраки. Михаил, а вам эстонцы не ответили, что у них это уже исчезло? У них нет ни кино, ни выдающихся научных достижений, ни что вы еще упомянули? Ну, что-то там они... Ну, культура, наверное, есть. Это то, чем... Ну, есть же несколько театров в истории. Ну, вот смотрите. Значит, я вот регулярно, соответственно, слушаю разные старые песни. Интернет есть, можно послушать. Я очень люблю слушать Георга Уоттса. Ну, не мог Уоттс вырасти на ферме. Ну, вот вы меня простите. Не мог. Абсолютно городской. Да, абсолютно городской человек. И такого много. Вот очень жалко, если это все исчезнет. Вот не слышали. Не слышали. И я не слышал. И Наталья не слышала. Нам надо сейчас прерваться на рекламную паузу, потом мы продолжим. У нас в гостях известный российский экономист Михаил Хазин. На Болткоме разворот. У нас в гостях Михаил Хазин, российский экономист, и ведут программу Наталья Михайлова и Константин Казаков. Вот вы вошли в историю как человек, который спрогнозировал вот этот кризис. Детально. Не зайдешь в интернет, значит, человек, который спрогнозировал кризис. Ну вот, а вот сейчас наше правительство, между тем, уверяет, что мы из этого кризиса выходим, выздоравливаем. Вот что это значит? Выход из кризиса. Вот как он проявляется, и должен ли это каждый обыватель на своем кошельке почувствовать? Или это ерунда полная вообще? Во-первых, нет выхода из кризиса. На другой стороне, видите, еще раз повторю, политику язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому, чего уж там. Ну, давайте я расскажу байку, чтобы было понятно. Значит, я был в, две байки расскажу, чтобы было понятно, о Европе, да? Значит, я был в прошлом году, в мае и в июне в Италии. Причем в мае я был на Сицилии, а в июне я был в Бальцана. Это итальянские Альпы, бывшие австрийские Альпы. До сих пор австрийцев очень много живет. Там очень много австрийцев, да. И вот я был, соответственно, на Сицилии, там нас повезли в какой-то ресторанчик в центр острова. И пока там была довольно большая, я там читал лекцию. Я, значит, когда в какой-то момент, пока все рассаживались в этом ресторанчике, я вышел на улицу с переводчицей. А там сидят местные сицилийские, значит, люди, вот как на лавочке, значит, о чем-то трепятся. Я к ним подошел и говорю, здравствуйте, я вот из дикой, страшной страны Московии, где по улицам ходят медведи, а вас тут, говорят, мафия ходит по улицам. Не покажете, где? Сказали вы и сняли ушанку, да? Примерно так, да. Надо заметить, что медведями я их не сильно удивил, то есть они как бы вполне адекватно все восприняли. И мне говорят, а что, говорит, мафия у нас квасит на Сардинии с Берлускони. И говорят, что она квасит, тут нужно, весна началась, нужно деньги зарабатывать. А они квасит. И говорят, ты, говорит, не понимаешь. Это, говорит, все думают, что в Греции кризис долговой, а на самом деле у нас долгов больше, чем у греков, у Италии. Поэтому либо это и устрем, либо следующей весной, то есть вот сейчас в Берлускони капут, а вместе с ним и его друзьям из мафии. И они поэтому с горя квасят на Сардинии. Я говорю, а вы что будете делать? Они говорят, ну, говорит, если бы был жив Берлингуэр, мы бы проголосовали за компартию итальянскую. Много теперь таких уже нету, поэтому мы пока не знаем, что мы будем делать. Квасит. Вот, я обращаю ваше внимание, за три минуты простые сицилийские крестьяне дали полный исчерпывающий анализ экономической ситуации. А дальше я поехал, значит, через месяц в эту самую, в Бальцана, и там я встречался с местными тоже гражданами, которые все были сплошь такие миланские адвокаты. И я их когда спрашиваю, ну, расскажите мне про экономическую ситуацию, они юлят, крутят, ну, ничего не говорят. Тогда я им взял и рассказал историю про сицилийцев. Они так все помрачнели, посмотрели на меня злобно и сказали, а, все, что южнее Рима, это Африка. Я говорю, что, ребята, за дело, да, за дело, правда ведь сказали? Они сказали, ну, правду, ну, что ты хочешь, а что ты от нас хочешь? Вот, я говорю, от вас я тоже правду хочу. Они говорят, зачем тебе, если ты ее и так знаешь? Я говорю, ну, ладно, хорошо. Так, вы знаете правду. То есть вы проиллюстрировали? Я проиллюстрировал, да. Значит, на самом деле люди все прекрасно понимают, что ничего, кризис не закончился. Но другое дело, что он принимает самые разные формы. Вот, например, сегодня, с точки зрения развития, вот в 2008 году кризис ударил по финансистам и по людям простым. А сейчас он бьет по реальному сектору, по производителям. Этого мы можем не видеть, потому что на падающем спросе производитель не может повышать цены. То есть он принимает издержки роста цен на нефть, на металлы, на себя. Но хотя и гражданину все хуже и хуже, потому что падают цены, потому что растут цены на нефть, на продовольствие и на ЖКХ. Если будет следующая волна кризиса, то, конечно же, цены на нефть, на ЖКХ упадут. Если будет, будет? Будет, конечно. Они упадут. И вроде бы полегчает, но на самом деле будут уменьшаться и зарплаты, и будет много увольнений новых. И в этом смысле жизнь станет еще хуже. Когда? Ну, понимаете, когда это зависит от очень многих факторов. Например, сегодня ключевой момент. Вот сегодня у нас 22-й, сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина, с чем я всех и поздравляю. Это 41-я годовщина. Понимаете, в чем дело? У меня странная очень семья. Такая вот, я бы сказал, ее история очень тесно связана с историей России. Мой дедушка родился 25 октября 1913 года. Естественно, день рождения праздновал 7 ноября. У него было двое детей. Мой папа, который родился 22 апреля, и его младшая сестра, которая родилась 5 декабря. Кто не помнит, это день Сталинской Конституции. А я родился 5 мая. Это день печати, день рождения Карла Маркса. А мой младший брат родился 1 февраля, и все считали, что он чист, пока не выяснилось, что это день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Моя дочь родилась 12 февраля, вся семья с интересом ждет, что же произойдет на нашей стране 12 февраля. Какую дату объявят, да? Ну вот, но дело не в этом, а дело в том, что 26-27 апреля, то есть на следующей неделе, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США должен принять некое решение. Всем кажется, что там Америка далеко, а на самом деле у них такая ситуация. У них пошла вверх потребительская инфляция на падающем спросе. Это инфляция издержек, это означает, что реальный сектор больше не может на себя принимать издержки и начинает поднимать цены, несмотря ни на что. И это требует смягчения денежной, ужесточения денежной политики, то есть увеличения стоимости кредита. А с другой стороны, у них падает рынок недвижимости ключевой, у них падает потребительская уверенность. Это требует смягчения денежной политики, то есть уменьшения стоимости кредита, продолжения эмиссии. Что это означает для нас и для вас? Если они начинают ужесточать денежную политику, поднимать ставку, это означает, что начинается следующая дефляционная волна по образцу осени 2008 года. Массовое банкротство, требования возврата кредитов, невыдача новых и т.д. и т.п. Если они продолжают эмиссию, это означает рост цен на нефть, рост цен на ЖКХ, то есть, соответственно, увеличение квартплаты и рост цен на продовольствие. Вот альтернатива. 26-27 числа мы это поймем, еще осталось 5 дней. А то, что сейчас происходит в Японии, это внесет корректировки? Не очень большие. То есть, для Японии это неприятно, но в целом по мировой экономике это мелочь. Потому что имеется Китай, наверное. Дело не только потому, что в части производства Китай и Корея, и Тайвань заменят Японию. Для Японии это катастрофа, еще раз повторяю, в целом для мировой экономики это не страшно, потому что имеются резервные мощности. Знаете, вот у нас... Да, ну и конечно, я не исключаю, что у нас будет еще 50 миллионов японских беженцев по всему миру, что тоже такое сомнительное удовольствие. Но будем надеяться, что этого сценария удастся избежать. Вот просто вопрос, он немножко до Японии. Одним из основных инструментов, с помощью которых латвийское правительство, ну и часто правительство других стран пытаются выправить государственные дела, является налоговая система, которая движется в сторону увеличения налоговых ставок на различные виды деятельности, связанные как с потреблением, так и с рабочей силой. То есть это и налоги подоходные, и налог на добавленную стоимость, и прочие другие налоги, в том числе, естественно, и социальные. Одновременно с увеличением налогов есть попутные увеличения тарифов на различные государственные дела, то есть услуги, электроэнергию, отопление. В случае России на нефть там иногда... Я не знаю, у вас есть бесплатная медицина, осталось еще? У нас нет бесплатной медицины как таковой. Понятно. То есть у нас попутно с этим, я просто хотел сказать, что пытаются залатать дыры государственного бюджета с помощью заимствования в социальном секторе. То есть забирают деньги от пособий и от пенсий, которые тоже можно рассматривать как пособия. Вот является ли, на ваш взгляд, этот инструмент эффективным, и что делать, если не это? Понимаете, что значит эффективно? В чем вся проблема? Большая часть современных политиков, они живут сегодняшним днем. То есть спросите их, что они хотят увидеть в стране через 3-5 лет. Они же не могут ответить на этот вопрос. Не могут. А если они не могут ответить на вопрос, то вопрос, а зачем тогда вы делаете то-то или то-то? Затыкать текущие дыры, вы их все равно не заткнете до конца. Вот основная проблема, условно говоря, для Латвии сегодня основная проблема такая. Для того, чтобы даже сохранить нынешний уровень жизни, не самый высокий, нужно что-то продавать на мировых рынках. Вот вопрос к правительству, что вы намереваетесь продавать через 3 года? Ну, опять мы ищем нашу латвийскую Нокию. Кроме как новая волна и КВН в Юрмале в июле, у нас не продается на внешнем рынке ничего. Вот это и есть главная проблема. Россия с ней более-менее понятна. Россия сегодня увеличивает свои собственные внутренние рынки, таможенный союз. Сейчас основной вопрос, присоединиться ли к таможенному союзу Украины. Это, между прочим, 50 миллионов потребителей. А куда она денется? Золотые слова, никуда она не денется. Совершенно верно. Более того, есть уже страны, не входящие в СНГ, которые очень хотят туда вступить. Например, Сирия. Турция всерьез рассматривает этот вопрос. Она пока еще ничего не намекает. Есть Иран. Есть еще целая куча стран, которые всерьез этот вопрос рассматривают. И по этой причине можно строить разные взгляды на будущее России. Но, по крайней мере, понятно, что некоторые стратегии есть. Вот мне кажется, что главное, что нужно потребовать от правительства, объяснение того, какое они видят Латвию через 3-5 лет. При этом не абстрактно мы видим цивилизованную страну в дружной семье европейских народов. Примерно такие ответы мы получаем. Да. Дружная семья европейских народов собирается закрывать границы внутри европейские. Потому что в Берлусконе тех, значит, ливийских беженцев, которые к нему прибежали, потому что Саркази, значит, не может выиграть выборы, и поэтому он начал бомбить Ливию, а беженцы бегут в Италию. Что сказал Берлусконе? Берлусконе их отказал. Правил их во Франции, отказал, закрываем границу. Ну, интересно, вот вы понимаете, что в такой ситуации дружной семьи европейских народов точно не будет. Это подождите, это только начало. Они еще через полгода, через год начнут выгонять граждан чужих стран, когда уровень безработицы начнет зашкаливать. И всех, соответственно, литовцев выгонят в Литву, эстонцев выгонят в Эстонию. Вот это будет сильно. Сванок у нас, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Я в вопрос к Михаилу Хазину, Вадим Рига. Да. Значит, а в этой связи для малого бизнеса, то есть, что бы Михаил Хазин посоветовал, может лучше убегать сейчас в эту дружную, пока еще совсем не закрылись границы? Так выгонят через год, через два и не поможет ничего. На самом деле, вот я могу сказать, что моя компания Неакон, которая уже там лет восемь существует, последние два-три года очень активно занимается разработкой для России, естественно, планов поддержки региональных малого бизнеса. Я думаю, что с точки зрения выживания населения на местах, это единственный способ. Я так подозреваю, что в этом плане в Латвии сильно все легче и проще, чем в России. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эту линию нужно любой ценой двигать, вплоть до там освобождения от налогов, потому что нужно людей пересаживать на самокормление, иначе просто начнутся голодные бунты. Еще звонок. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, господин Хазин, расцениваете свою работу во времена Ельцина в министерстве? А то сейчас все гуру, а ведь тогда был дефолт. Вот поясните. Ну, вы знаете, я ушел из администрации президента, где был заместителем, а реально начальником экономического управления, в июне 1998 года, ровно потому, что наши попытки изменить экономическую политику, которая неминуемо должна была привести к дефолту, не была принята. И тогда большая часть экономического управления, все начальники отделов, и я, мы ушли. Ровно потому, что вот с нами не согласились. Ну, дальше как бы можно много рассказывать, как это все происходило, но я думаю, все-таки не сегодня и не здесь. Вот ваши оппоненты часто критикуют вас, что вы уже 20 лет хороните доллар и никак не похороните. Я вообще не хороню доллар, потому что, если вы посмотрите название нашей книжки 2003 года, она называется «Закат империи доллара» и «Конец пакса Американо». Мы объясняем, что современная система разделения труда, построенная на долларе и на США как главном источнике спроса, она не жизнеспособна и как бы и саморазрушается. Но при этом доллар как национальная валюта США никуда не денется, и более того, не исключено, что он будет более сильным, чем сейчас. Так что это просто либо неправильное понимание, либо просто попытка разобраться, в моих взглядах, по некорректным цитатам других лиц. Еще звонок примем? Право. То есть вы оказались правы еще в 2003 году. Добрый день. Слушаем, пожалуйста. Добрый день. Я не ошибусь, если скажу, что все, кто слушает сейчас Михаила Хазина, заслушались. По крайней мере, моя семья вовет каждое слово. Спасибо. Да, у меня такой вопрос. Я с вашими работами знакома всегда с большим интересом. Читаю великолепные мысли. Вот если ты есть такие прекрасные, умные головы, как вы, я думаю, она у вас не единственная в России, а много, много, поскольку государство большое, то почему бы вам, наконец, не перестать, вот вашим умным головам, не перестать эту борьбу с ветерными лезницами под названием «борьба с коррупцией», а не вывести коррупцию как понятие, как формирование и эволюция института собственности, а именно чиновничьей собственности, когда чиновник через коррупцию реализует властные полномочия, присваивая, конечно, косвенно и законно свой труд. И тогда можно ввести пресс-курант налоговых расценок, если грубо так говоря. Вот вы и поняли, да? Да, это иди. Ведь мы эту тему с вами еще совсем не поднимали. Да, эта тема, значит, нужно понимать. Но любое начинание, которое вы готовы предложить в качестве хорошего инструмента для развития, оно будет бац и вбиваться в стену. Нужно понимать, что если имеется экономика, в принципе, то коррупция в любом виде – это на самом деле дополнительный налог коррупционный. Известно, что никакая экономика при уровне налога выше чего-то там работать не может. По этой причине, если высокая коррупция легализована она или не легализована, на экономике можно ставить крест. Вот специфика российской ситуации связана с тем, что там произошла в конце 80-х, начале 90-х номенклатурная революция. И там возможность коррупции была заложена в явном виде. Одной из причин распада СССР – не распада социалистической и экономической модели, а СССР как страны – было категорическое требование номенклатуры и торговли об отсутствии ответственности перед обществом. Государство не может существовать, когда нет ответственности элиты перед обществом, поэтому российская элита современная обречена, она существовать не может. Но при этом это не только Россия, потому что если мы посмотрим, например, на реальный уровень коррупции в некоторых странах Европы, а также в Соединенных Штатах Америки, то мы увидим, что этот уровень сегодня запредельно велик. И в этом смысле, конечно же, нас ждут очень серьезные социально-политические изменения, которые вызваны не только экономикой, но и вот этой специфической системой построения современных властных элит. Хотя, конечно, эти элиты тоже появились за счет того, что основная прибыль в мире, в экономике последние 30 лет образовывалась из-за эмиссии. То есть фактически речь шла о перераспределении эмиссионных денег. Понимаете, но желание чиновников трудоустроить членов своих семьи, улучшить свою жизнь, способствовать неким процессам, связанным с ними персонально, может быть, и относится к околокоррупционным делам, но являются абсолютно пограничными с коррупцией и могут с полным основанием именоваться именно так. – Ну, должен быть общественный контроль. Вы понимаете, это же такая штука сложная. Вот что такое общественный контроль? Это когда, например, имеется система разделения властей. Вот когда она есть, то очень сложно и с коррупцией, и со злоупотреблением служебным положением, и т.д. Вот я просто расскажу историю, которая произошла в 1952 году в Москве. Мой дедушка был инженером, радиоинженером, и работал он в системе тогда Министерства государственной безопасности, где была как бы часть радиоэлектронных заводов. И его выгнали с работы там во время очередных разборок за связь с врагом народа Абакумовым, который тогда был министром госбезопасности, а потом его посадили и в 1954 году расстреляли. И министерство решило отобрать у него служебную квартиру в высотном здании на Котельнической набережной. Вот вопрос. Что сделало Министерство госбезопасности, чтобы отобрать квартиру у человека, который уволен с формулировкой за связь с врагом народа? Интересно. Оно написало заявление в районный суд, потому что у товарища Сталина было разделение властей, и за выселение человека из квартиры отвечал районный суд. И, соответственно, районный суд принял это заявление и вынес решение через три дня, как и полагалось по процессуальным нормам. В связи с тем, что у Хазина Григория Лейзеровича имеется наождевение двое несовершеннолетних детей, а другой же площади у него нет, Министерство госбезопасности в выселении отказать. Управление делами министерства получило эту бумагу и тут же, не задумываясь, написало другую. Вы с полкома Моссовета прошу принять на баланс бывшую служебную квартиру. В соответствии с решением суда, так вот, так вот, точка, все. А теперь сравните с нынешней ситуацией, когда... Вы счастливым образом живете на Котельнической набережной высоте. Нет, я уже там давно не живу, потому что мы обменяли квартиру после смерти деда, но неважно совершенно, но просто вот... Сработало, да. Но я там жил. И это вот, вот это вот, это не дело там в демократии, свободе или еще чего-то. Это нормально работающее государство. А вот там уже в 90-е годы пенсионера могли выгнать из его квартиры. Вот у меня недалеко от дома, где я сейчас живу, расположен так называемый поселок Сокол. Это частные дома с участками в 15 соток почти в центре Москвы. Бывший поселок художник. Да, совершенно верно. И там просто вот в 90-е годы приезжали бандюганы, заходили, брали пенсионеров, выкидывали, говорили, все, вы тут больше не живете, это наш дом. Да, и живут, улица Врубеля состоит там из довольно любопытных личностей. Да, совершенно верно. Вот это вот пример. Вот, к сожалению, здоровых государств у нас сегодня почти не осталось. У меня есть товарищ, который, он сильно меня моложе, ему чуть-чуть за 30, который как бы начал делать карьеру в западных компаниях лет 10 тому назад, ну 8. И он был очень сильно такой прозападно ориентированный человек. И вдруг, когда мы тут с ним встречаемся, он приехал, он говорит, Миша, я с ужасом обнаружил, что оказывается западная полиция ведет себя точно так же, как и наша, если понимает, что она будет в безнаказанности. И если есть решение, что данный человек неправильный, то его уже ничего не спасет. Ну, там историй целая куча. Ну, понимаете, когда одно дело, вот в 60-е годы, в начале 70-х, был такой страшный итальянский фильм, который я смотрел совсем молодым под названием, я думаю, что многие его смотрели, потому что он туда шел по всему СССР, «Следствие закончено, забудьте». Это жуткий фильм про то, как некого человека, итальянцы, естественно, обвинили в том, что он там сбил кого-то на машине незаконной, и как его мучили в тюрьме, а потом его неожиданно отпустили, сказали, знаете, мы тут обнаружили, что вы, собственно, ничего не совершали. Он говорит, а вот, ему говорят, ну, следствие закончено, забудьте, будете жаловаться, взгнаем. Вот на самом деле там много таких... – По Ленде Лону в другом фильме, по-моему, он назывался «Один в городе», при похожих обстоятельствах отрубили голову. – Ну, вот надо понимать, что западное общество на самом деле ничуть не менее жесткое, чем, как бы, наше, и весь тонкий налет цивилизованности, который существует, он существует только в том случае, если есть избыток денег, которыми это все можно проплачивать. Как только денег становится мало, начинаются очень серьезные неприятности. И в этом смысле я с неким ужасом думаю о людях, которые считают, что можно, например, эмигрировать и жить там счастливо. Вообще мой опыт жизненный, ну, и, как бы, я много читал книжек и разбирался, показывает, что если ты не можешь для себя построить счастье у себя дома, то в других местах ты точно себе счастье не построишь. – Вы говорили в своих работах про Россию, что благодаря кризису она может измениться к лучшему. Это вот только Россия касается или вообще всех и нас тоже? – Нет, я еще раз говорю, я совершенно твердо убежден, что та модель, которая была последние 30 лет, она абсолютно деструктивна. И это очень хорошо видно по целым куче. Ну, собственно говоря, как бы человеку, там, любому верующему христианину, эта модель просто абсолютно сатанинская, там, однополые браки, ювенальная юстиция, то есть целенаправленное разрушение семьи, ну, там еще тр-р-р, длинный-длинный список. Это вполне целенаправленная вещь. Вообще нужно понимать, что революция идейная, которая будет сейчас происходить, это будет возвращение библейских ценностей. Вот у меня есть довольно много работ на тему происхождения современного капитализма. Капитализм – это принципиальный, идейный отказ от библейских ценностей. На первом этапе был разрешен судный процент, который, в общем, запрещен. А на втором этапе, вообще, что такое свобода в западном понимании этого слова? Это право любого человека самостоятельно выбирать для себя систему ценностей. То есть вот вы берете, там, 10 заповедей, говорите, вот это меня не устраивает, я это вычеркиваю. И вот это не устраивает, я это вычеркиваю. А через три дня, говорите, и вот это не устраивает, и я это вычеркиваю. Разумеется, общество не может существовать без некоторых ограничений, но вот в обществе, как бы, у христиан, у мусульман, у католиков, у них есть мораль. Мораль – это приложение заповедей, как бы, в душе человека. То есть иногда их приходится нарушать. По этому поводу есть замечательный анекдот, который я люблю рассказывать своим школьникам или там студентам, когда я читаю лекции, о том, как Моисей на горе Синай разговаривает с Богом о заповедях, а, значит, на его народ стоит внизу под горой и ждет. Ну, проходит там день-другой, наконец, гром и молнии кончились, тучи расселись, Моисей спускается с горы, страшно довольный, и обращается. Ну, что, говорит, евреи, радуйтесь, у меня для вас есть две новости, одна хорошая, другая плохая, с какой начнем? Еврей говорит, начнем с хорошей. Моисей, говорит, не удалось снизить количество заповедей до десяти. Еврей говорит, у, молодец, Моисей, хороший переговорщик. А какая плохая новость? Моисей разводит руками и говорит, прелюбодеяние осталось. Вот, значит, надо понимать, что… Итак, ваш рецепт – это ограничивать себя в соответствии с христианскими ценностями, ну и в соответствии с здравым условием. Мой рецепт, что надо строить общество, построенное на христианских ценностях. Есть вещи нарушать, как бы есть вещи, которые делать нельзя. И человечество должно с этим смириться. Сила мусульман сегодня не в том, что они там лучше что-то делают, лучше что-то строят, еще чего-то. Сила ислама в том, что они очень жестко выполняют заповеди, и демонстрируют, что можно жить по справедливости, а не по наживе. Что вот справедливость важнее денег. Вот в условиях кризиса это невероятно сильная оппозиция, и если, ну, как бы общество с христианской традицией этого не поймут, то нам грозит новое великое переселение народов, после которой белых людей на свете не останется. А вы думаете, поймут? Есть шансы? Посмотрим. Кризис вообще много. Вот почему я считаю, что кризис это очень важная штука. Давайте скажем, что поймут. Почему он научит? У вас время такое, светлая Пасха. Давайте. Я надеюсь, что поймут. Будем надеяться. Собственно, в этом состоит наша вера. Мы считаем, что поймут, успеют. Ну, вот на этом мы будем заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Михаил Хазин, российский экономист известный. И сегодня встреча с Урежан, с ним, и не только Урежан, наверное. Сегодня в 3 часа дня в конференц-зале отеля «Авалон», в Старой Риге, на улице Калы, 70, вход с набережной 13 января. Спасибо вам большое за беседу. До свидания. До свидания.